Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» и ведущий Валерий Седов. В этом выпуске мы расскажем много всего интересного, а начнем по традиции со сводки происшествий. В марте текущего года на дорогах Рязанской области было зарегистрировано 65 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек погибли, 89 получили травмы различной степени тяжести. В области зарегистрировано 1117 дорожно-транспортных происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий стали несоблюдение скоростного режима, выезд водителями транспортных средств на полосу, предназначенный для встречного движения, неправильный выбор дистанции, а также нарушение правил обгона. В марте этого года на дорогах Рязанской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в результате которых 1 ребенок погиб, 7 получили различные травмы. В 4 из 7 происшествий несовершеннолетние выступали в качестве пассажиров транспортных средств, остальные 3 в качестве пешеходов. Инспекторы ДПСГГИ выявили 232 285 нарушений правил дорожного движения, в том числе 119 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 67 водителей на законные требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования ответили отказом, в связи с чем в отношении этих граждан были составлены соответствующие административные материалы. Также выявлено 22 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения повторно. Выявлено 2883 нарушений, связанных с управлением тонированным автомобилем, 157 нарушений, связанных с перевозкой несовершеннолетних, 251 нарушений совершили пешеходы, 174 водители нарушили правила проезда пешеходных переходов, Также выявлено 244 нарушения, связанных с выездом водителями транспортных средств на полосу, предназначенную для встречного движения. Продолжая тему дорожно-транспортных происшествий. Мотосезон уже открытый. Пока первые мотоциклисты выезжают на дорогу и вспоминают, каково это управлять своим железным конем, другие уже начинают лихачить. Сказать, что маневр это опасный, значит не сказать ничего. Мотоциклист, которому нет и 14-ти, лихачит так, как не каждый опытный водитель может себе позволить. Благо, говорят, очевидцы обошлось без происшествий. Видео это снято в Рязани три года назад, но лихачей, говорят, в госавтоинспекции меньше не становится. А этого паренька остановили в Борках 10 апреля. Мчался 11-летний подросток на мопеде Дельта. Так как паренька административному наказанию подвергнуть нельзя, ответственность за него понесут родители. Им выдано уведомление о недопущении действий, создающих условия для совершения административного правонарушения. А также возбуждено административное дело по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 7 апреля примерно в 8 часов вечера в поселке Тума Клепиковского района возле дома 110 по улице Ленина произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2114 под управлением 45-летнего местного жителя и мопеда Альфа под управлением 13-летнего жителя поселка Тума. В результате происшествия несовершеннолетний с различными травмами обращался за медицинской помощью. В госавтоинспекции напомнили, что мопедом можно управлять с 16 лет. Это категория М. Мотоциклами категория А с 18. За управление транспортным средством без соответствующей категории штраф 5000 рублей. В прошлом году уже зарегистрировано почти 5000 нарушений на мототранспорте. 32 аварии произошло с участием мотоциклов, 26 на мопеде и 3 на квадроцикле. В этом пока что зарегистрировано 42 нарушения на мототранспорте. Продолжая тему, поговорим о СИМах, средствах индивидуальной мобильности. Это самокаты, гироскутеры и так далее. На них, к сожалению, тоже люди попадают в ДТП. Три ДТП с участием самокатчиков. Это региональная статистика за апрель. Цифра эта, как показывает практика, будет только расти. Так, за прошлый год в Рязани произошло 23 ДТП с участием самокатчиков. Пострадали 25 человек, среди которых 12 детей. По России цифры выше. Больше 3000 аварий, в которых погибло 43 тысячи. Это тоже с участием средств индивидуальной мобильности. В начале сезона СИМ в госавтоинспекции напомнили основные правила дорожного движения. Прежде чем сесть и управлять средством индивидуальной мобильности, обязательно нужно хорошо повторить правила дорожного движения. Выезжать на проезжую часть нельзя до возраста 14 лет. До 7 лет ездить на СИМ можно только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам и пешеходным зонам. С 14 можно выезжать на проезжую часть велозоны или полосу для велосипедистов. Притом скорость средств индивидуальной мобильности не должна превышать 25 км в час. Если же лицо, которое управляет средством индивидуальной мобильности, двигается по тротуару, важно помнить, что на тротуаре приоритет в движении у пешеходов. И если есть скопление пешеходов, либо средство индивидуальной мобильности мешает передвижению пешеходов, лицо управляющим необходимо спешиться и продолжить движение только пешком. То же самое необходимо сделать при пересечении проезжей части по пешеходному переходу. Пешеходный переход потому и называется пешеходный, что ходить по нему необходимо только шагом, пешком. Пересекать его на велосипеде, либо на средствах индивидуальной мобильности запрещено. Главное же правило, которое нужно выучить, всегда спешиваться на переходах. Кстати, это же правило и самое травмоопасное. Зачастую оно становится причиной многих ДТП. К средствам индивидуальной мобильности, или сокращенно СИМ, относятся не только самокаты. Те же унициклы, например, Сигвей и другие схожие средства. Правила все же для всех одни. И наказания тоже. Начиная от предупреждения и заканчивая денежным штрафом. 500 рублей за движение по проезжей части, когда рядом тротуар. Или приезд дороги вне пешеходного прихода. Полторы тысячи, если нарушать эти правила пьяным. Согласно правилам дорожного движения, если по дороге едет автомобиль скорой помощи, с включенной сиреной и проблесковыми маячками, то необходимо прижаться вправо и уступить ему дорогу. Это по правилам, но придерживаются ли резонцы правил дорожного движения, узнаем прямо сейчас. Что случилось? Ожидайте, приедет приводка. Путь предстоит не близкий, практически на другой конец города. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи включает сирену, проблесковые маячки и вперед на очередной выезд. Следом за машиной едет патруль ДПС. Инспекторы следят, кто из водителей скорую не пропускает. Таким грозит серьезный штраф. За непредоставление преимущества движения транспортным средством, имеющим нанесенные на наружной поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 месяцев до 1 года. Важное уточнение касается это и пешеходов. Если услышали сирену, лучше на пешеходный переход не выходить. А если вышли на проезжую часть, то дорогу лучше освободить. Это тоже прописано в правилах дорожного движения. Пока же проезду автомобиля скорой помощи никто не мешает. Водители включают поворотники, смещаются в правый ряд. В общем, экипаж пропускают. Даже пешеходы, согласно правилам, остаются стоять на тротуаре. В общем, ехали, можно сказать, спокойно. Водители скорой помощи, кстати, говорят, что такое бывает не всегда. Как я работаю уже 7 лет на скорой помощи, ну где-то 70% пропускают. Тут еще вот много зависит. Телефоны у них в руках, и не всегда они успевают среагировать на все это. Ну а молодые люди, может, из-за вредности так делают. Типа он там прав, считает, что... Водитель скорой упомянул, что не пропускают чаще всего на перекрестках. Так оно и произошло. Останавливайся справа. Теперь водителю грозит штраф. Как уже упоминали сотрудники госавтоинспекции, от 3 до 5 тысяч рублей. Либо лишение права управления автомобилем на срок от 3 месяцев до 1 года. А на дороге бывает всякое. Вот, например, ситуация от 3 марта прошлого года. На улице Зубковой водитель легковушки не стал пропускать автомобиль скорой. Очевидцы пишут, что мужчина даже в драку полез. На место происшествия вызвали сотрудников госавтоинспекции. Но до приезда инспекторов водитель, говорят, уже уехал. Или вот видео от 22 года. На северной окружной водитель Рено Дастер тоже не пропускает машину скорой медицинской помощи. Авторы ролика написали, что ехала машина с включенной сиреной и световым сигналом. Плюс просила через громкоговоритель уступить дорогу. Бригада спешила над ДТП, в котором пострадал ребенок. Уже после стало известно, что водителя привлекли к административной ответственности. Штрафу в 3 тысячи рублей. Сотрудники госавтоинспекции напомнили, что непредоставление преимущества транспортным средствам экстренных служб может привести к трагическим последствиям, так как для спасения жизни человека важна каждая секунда. Тонировка стекол своего автомобиля – один из самых распространенных видов тюнинга, потому что пленки доступны и с ними легко можно экспериментировать. Однако в госавтоинспекции напоминают, что сильно экспериментировать с этим не стоит цветопропускаемость должна быть не ниже 70%. Потому и регулярно в госавтоинспекции проводятся соответствующие рейды. Чтобы пленку со своего автомобиля вот так содрать, нужно выполнить ряд простых условий. Во-первых, эту самую тонировочную пленку надо купить. Минимальная цена – 400 рублей. Правда, абы какую брать нельзя, нужно только ту, которая снижает светопропускаемость процентов на 30. После пленку приклеить и продержаться ровно до первого поста ДПС, где светопропускаемость стекол автомобиля измерят специальным прибором «Тоник». И если показатель меньше 70%, то пленку придется сорвать самому. Конечно, это скорее из категории вредных советов, потому что за это обычно грозит штраф. Законодательством Российской Федерации за данное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, штраф которой составляет 500 рублей. За невыполнение законных требований сотрудника полиции согласно части 1 статьи 19.3 КОП законодательством также предусмотрено наказание вплоть до административного ареста сроком до 15 суток, либо административный штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Арест – это для, так сказать, рецидивистов, тех, кого штрафы уже не пугают, они продолжают регулярно тонироваться. Мера, конечно, крайняя. В ходе проведения мероприятия к ответственности за нарушение светопропускаемости стекол автомобилей были привлечены более 100 водителям. Им назначено административное наказание. 108 за этот рейд еще столько же за прошлое, и нарушителей, в общем, хватает, говорят в госавтоинспекции. Загадкой для инспекторов остается вот что. Есть же рецидивисты. О последствиях тонировки авто они знают. Все равно придется растонироваться или на месте остановки, или в течение суток. Но повторный штраф таких может и отрезвить, считают в ведомстве. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь. Дальше будет еще интереснее.